Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 23 по 29 сентября 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 161 сообщение о происшествиях. Из них 15 преступлений, из которых 10 раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 37 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 2 человека. Так, 24 сентября 2019 года около 23 часов 20 минут в результате наезда мотоцикла на бордюр у дома 36 по улице Ваучейского пострадал 17-летний водитель мотоцикла, получивший травму левой кисти. В дальнейшем госпитализировано в хирургическое отделение окружной больницы. 28 сентября 2019 года около 17.40 в приемный покой окружной больницы доставлен несовершеннолетний 2012 года рождения, получивший травму около 16.40 во дворе дома 12 по улице Ваучейского в городе В результате наезда автомобиля под управлением водителя 1997 года рождения. Осуществлялась охрана порядка при проведении трех мероприятий с массовым пребыванием людей. Нарушение не допущено. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, нарушений водителями мототранспорта общественного порядка и норм безопасности дорожного движения 27 сентября 2019 года на территории города Наринмары поселка Искателей проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверили 77 транспортных средств. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли 5 водителей. Среди водителей мототранспорта нарушений не выявлено. Госавтоинспекция напоминает, что для управления мототранспортными средствами необходимо проходить обучение в автошколе и сдавать экзамен на соответствующую категорию. Для мотоциклов это категория А с 18 лет, для легких мотоциклов с объемом двигателя не более 125 кубических сантиметров категория А1 с 16 лет, мопеды, скутеры и мотороллеры с объемом двигателя не более 50 кубических сантиметров категория М с 16 лет. Отметим, что если гражданин имеет водительское удостоверение категории А, получать дополнительно категорию А1 ему не требуется. Вместе с тем, если водитель имеет водительское удостоверение категории А1, он может управлять и транспортным средством категории М. Управлять транспортными средствами категории М можно при наличии водительского удостоверения любой категории. Оперуполномоченными отдела уголовного розыска Управления МВД России по Ниньскому автономному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения мобильного телефона и денег через мобильный банк. Оперативниками установлено, что ранее судимая за аналогичные преступления женщина 1985 года рождения употребляла спиртные напитки, находясь в гостях у малознакомой приятельницы. Когда хозяйка квартиры уснула от чрезмерно выпитого алкоголя, злоумышленница забрала у нее телефон и покинула жилье. В дальнейшем через похищенный гаджет посредством мобильного банка она по своему усмотрению распорядилась денежными средствами в сумме более 7 тысяч рублей. Владелица похищенного телефона в правоохранительные органы не обращалась. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Стражи порядка призывают жителей округа воздерживаться от чрезмерного употребления спиртных напитков с малознакомыми людьми и ответственно относиться к своему имуществу и денежным средствам. С наступлением осенне-зимнего периода сумерки становятся причиной плохой видимости на дороге. Темная одежда, использование зонтов и капюшонов, нарушение пешеходами и водителями правил дорожного движения зачастую становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. В этой связи и в рамках недели безопасности сотрудники окружной госавтоинспекции совместно с уполномоченным по правам ребенка в Ненисском автономном округе, активистами детского совета приуполномоченным и молодежи регионального отделения российского движения школьников провели акцию «Засветись». Организаторы акции в центре города развернули палатку и, обращаясь к прохожим взрослым, призывали их обеспечить безопасность детей на дороге, используя световозвращающие элементы. В ходе мероприятия активисты помогали прохожим стать заметнее на дорогах. Они раздавали мамам с колясками, с детьми на велосипедах, подросткам и пожилым людям световозвращающие элементы и памятки о правилах дорожного движения. 27 сентября 2019 года временно исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Ненисскому автономному округу Сергей Сахаров принял участие в итоговом заседании Общественного совета при управлении созыва 2016-2019 годов. Мероприятие прошло в зале совещаний окружной полиции под председательством Николая Кольчишкова. В течение трех лет представители Общественного совета принимали активное участие в оперативно-профилактических и специальных мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, выявление безнадзорных и беспризорных детей, пресечение наркомании и алкоголизма, табакокурение в подростковой среде, выявление лиц, вовлекающих подростков в противоправные действия, на профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых на бытовой почве, состояние алкогольного опьянения, в сфере безопасности дорожного движения, а также и в других мероприятиях и акциях. Сергей Сахаров поблагодарил членов Общественного совета за проделанную работу и вручил благодарности от Управления за активное участие в мероприятиях, направленных на укрепление положительного имиджа полицейского и поднятие престижа службы в органах внутренних дел. В заключение Сергей Сахаров выразил уверенность, что представители нового состава Общественного совета, формирование которого на сегодняшний день подходит к завершению, в дальнейшем также активно будут содействовать органам внутренних дел в решении задач по обеспечению законностей и правопорядка в округе. С 11 сентября 2019 года стартовал ежегодный всероссийский конкурс МВД России «Народные участковые». Конкурс направлен на повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирование позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Граждане смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. В период времени с 7 по 16 октября 2019 года жители округа посредством онлайн-голосования на сайте смогут определить одного участкового, который будет в дальнейшем представлять Ненецкий автономный округ в заключительном третьем этапе всероссийского конкурса. Третий этап конкурса заключается в онлайн-голосовании для определения победителя конкурса на общероссийском уровне. Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в канун профессионального праздника Дня участкового уполномоченного полиции 17 ноября в торжественной обстановке. Информацию об участниках конкурса можно посмотреть на официальном сайте Управления МВД России по Ненецкому автономному округу по адресу 83.mvd.rf. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин